Здравствуйте, уважаемые зрители! В одном из фильмов я вязал гусеницу вот такого типа для придонных слоев, подгруженную. Сегодня хочу предложить вашему вниманию тоже гусеницу, которая плавает в поверхностной пленке. Как видно, она изготовлена по этому же принципу, методом плетения. Но узор рисунок несколько другой и расцветка тоже. Давайте приступим. Крючок я использую вот такой. Это не значит, что вы можете именно и пользоваться. Таким типом крючка просто мне попался под руки и понравился своей формой. Единственное неудобство, я уже говорил, повторюсь, это то, что здесь нет колечка, он выполнен в форме лопатки. Поэтому я взял кусочек лески толщиной 0,8-1 и сделал вот такое колечко. Так как у нас мушка будет сухая, мы с вами подготовим парочку вот так обрезков пенки. Начинаем клепить материал. Доводим нитку до края загиба, ставим крючок в удобное положение. И самое первое, я креплю перо, так как мы будем осуществлять обмотку пером. И довожу его немножко дальше за загиб. Здесь же я креплю нитку зеленого и оранжевого цветов. Вы можете, какая вам понравится, своя расцветка. Пробуйте, экспериментируйте. Закрепили. И берем, здесь же прихватываем кусочек нашей полосочки пенки. Чтобы обмотать тело, дать ему объемность. Промажем немножко, клеим цевьё, чтобы наша пеночка получше держалась. И делаем обмотку. Создаем объем и повышаем плавучесть. Можно использовать здесь полипропиленовое волокно, даббинг полипропиленовый. Но у меня правило, я использую то, что у меня есть под руками. Если я не могу обойтись этим, тогда я это куплю. И вот так вот, немножко в натяжечку, ровными. Полукольцами наматываем. Добавили немножечко еще клея. И прихватываем второй кусочек пенки. Не доходим до нашей петелечки, крепим материал. И нить отрезаем. Будем приступать к плетению. Вам будет немножко хуже видно, но мне так неудобно вязать. Я поворачиваю к себе крючок. Лучше, когда он направлен вам прямо в грудь. Разбираем пряди наших нитей. И так как у меня оранжевая будет вверху, а зеленая внизу. Я делаю накид зеленой вовнутрь, вывожу ее. И у меня как раз получается вот так все время петелька оранжевая наверху. И приступаем к вязанию. Следим за тем, чтобы наши узелочки были посередочке нашего тела. Есть и еще другой способ так же плести. Но мне неудобно будет показать вам перед камерой. Как-нибудь я потом покажу отдельно способы плетения. Хотя ничего здесь сложного нет. Почти все, что применяется в макраме, все используется и у нас. Подровняли, подтянули, посмотрели так, чтобы было ровненько. Процесс этот долгий. Поэтому я вам покажу, что у нас получилось сейчас. А потом мы с вами подключимся, когда я уже подойду к формированию головки. Как вы видите, вот мы начинаем вот так плести оранжевое внизу, зеленое, вернее зеленое внизу, оранжевое вверху. И так продолжаем до окончания нашей пеночки. Вот я доплел до головы нашей гусеницы. У меня получилось вот такое тело. Так как нитки у нас связанные полуузлами не распустятся, я их не подбираю перодержателем. Подмазываю немножко клеем на место крепления наших нитей. И поочередно, вот так сбоку, сперва зеленую. Потом оранжевую я прихватываю. Прихватили, сразу отрезаем, пока наш клей не успел схватиться. Вот так. И немножко еще промотаем. Достаточно. Теперь я беру обыкновенный вот такой блестящий даббинг для украшения и блеска нашей мушки. Я не вматывал его в пряди наших ниток, а делаю вот такое тело. Просто обворачиваю его слегка по телу. Оно прихватилось. И теперь обмоткой пера я окончательно прихвачу наш люлекс. Доходим до места крепления ниток, до нашего так званого колечка. И здесь делаем завершающий узел. И дальше я покажу. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА отрезаем остатки пера нитку и так как у нас головка должна быть но я так думаю черная они белая я немножечко подкрашу фломастером и промажу клеем можно лаком но я предпочитаю такие места где мало места для крепления и нет смысла долго обматывать ниткой лучше не пару капель клея вот так как вы видите наша гусеница готова к рыбалке вот выглядит она у нас так и блестит достаточно хорошо и лохматость с расцветочками сами подберете как вам удобно благодарю за внимание до скорых встреч а а у Продолжение следует...